На старте главные претенденты на победу – команда областного пошспаса. В этих соревнованиях не новички, действия отточены до мелочей. Все внимание пострадавшим. Они зажаты в автомобиле уже больше 10 минут. Спасение условных пассажиров – главная задача участников соревнований. В то время, когда их будут извлекать из салона, травм быть не должно. Реалистичность этих соревнований – максимально разбитая машина, двое пострадавших, которые, по легенде, получили тяжелые травмы. И время, оно, как и в жизни, играет главную роль. Сделать все нужно четко и слаженно, чтобы не получить штрафные баллы. Штрафные баллы, а это дополнительные минуты, будут начислять за все. Например, неправильная перевязка или не до конца закрепленный специальный воротник добавят в копилку как минимум 60 секунд. Судейская бригада тщательно проследит за действиями каждого участника. Бинтуют, шинируют, перевязывают, останавливают кровотечение, если необходимо, накладывают корсет. Особое внимание сегодня обращают на пострадавших, как спасатели работают с пострадавшими. Работой с пострадавшими судьи называют общение, что говорят спасатели, как и каким тоном. От этого тоже зависит успех операции. Единственное, кто сегодня играют, это статисты. Статистам дали указания больше к реальной жизни, кричать, паниковать, говорить о своих травмах. Статисты справились с задачей. Статисты справились, а спасатели нет. Некоторые участники настолько вжились в роль, что о реальности просто забыли. Многие спасатели знают действия, алгоритмы, что нужно делать, но забывают о психологической поддержке. А это очень важный аспект. Если этого нет, человек просто не слышит то, что ему рассказывает спасатель. Спасатели сегодня в Реутове со всего Подмосковья. На старт вышли 11 команд. Еще столько же соревнуются в пятницу в каждой четыре участника. Реутовчане выступали под счастливым четвертым номером. Их время чуть больше 16 минут. И это лучший результат дня. Я своей командой очень доволен. Тренировки прошли не просто так. Все действия были слажены. Отточены до нуля. Поэтому своими результатами я очень доволен. Условных пассажиров спасли все участники соревнований. Работали быстро и слаженно. На это и делали особый упор организаторы. Особый упор делается все-таки на слаженность и динамичность действий всех участников команды. В том числе и на психологическую составляющую. Потому что вы видели сегодня в автомобиле живые люди находятся. С ними производится постоянное общение. Все действия придется повторить и на региональном этапе соревнований. Он пройдет в начале апреля в Костроме. Лучшие выйдут в финал и представят центральный округ на общероссийском первенстве. Ксения Казакова, Артем Удников. Для РТВ.